Нам, как и всем людям на Земле, свойственно сталкиваться с проблемами, бедами и трудностями. И, пожалуйста, не думайте, что, являясь Божьим чадом, его помазанником, вы автоматически лишаетесь всех проблем. Я могу вам помочь, но лишь потому, что сама сталкивалась с теми же проблемами, что и вы. Если бы у меня не было трудностей, я бы не смогла ничего вам порекомендовать, потому что невозможно рассказать о том, чего сам не пережил. Я бы не смогла ничего вам сказать, что вам делать, когда ваше сердце разбито. Я бы не сказала вам слов утешения, если бы лично не испытала горе и не получила утешения от Бога, который является нашим утешителем. И только из своего собственного опыта я могу вам рассказать, как справиться с трудностями. Самое главное — помнить, что трудность может вас либо сломить, либо закалить. Когда вы оказываетесь лицом к лицу с проблемой, она либо сделает вас сильнее и лучше, либо сломит вас. Все полностью зависят от вас, от того, как вы поступите. Иными словами, все в ваших руках, а не в руках кого-нибудь еще, будь это ваш родственник или знакомый. Хотя для нас нет ничего противоестественного в том, чтобы попытаться возложить вину на другого, можно достойно встретить проблему и дать ей отпор. Ваш подход к трудностям определяет исход всего сражения. Мне иногда кажется, что наши трудности похожи на обычный нож. Они либо служат нам, либо могут нас порезать. Все дело в том, как мы его держим — за лезвие или за ручку. Неправильное отношение к проблеме приносит те же результаты, что неправильное использование ножа. Довольно часто можно наблюдать такую картину. Если в вашу жизнь приходит трудность, а вы первым делом хватаете за ее режущий край, то получаете глубокую рану и вскоре оказываетесь в плену проблемы. Вы изранены. Вы побеждены. Если же вы схватите трудность за ручку, то сможете извлечь из этой ситуации только пользу. И когда она станет ценным и эффективным инструментом, когда-либо попадавшим в ваши руки. Трудности — неизменная составляющая человеческой жизни. И это явление всемогущий Бог дал нам для определенной цели. Всегда следует помнить, что Божье намерение — сделать вас сильнее. Мы не созданы быть слабыми и терпеть бесконечное поражение. Мы сотворены, чтобы стать сильными, и поэтому в нашу жизнь могут приходить укрепляющие нас трудности. Таким образом, мы должны быть благодарны за проблемы. Мы должны ценить, что Бог считает нас достаточно сильными, чтобы справиться с трудностью. Сколько раз я поднимала взор и говорила, «О, Господь, если бы Ты знал, что мне будет не одолеть эту проблему, то не допустил бы, чтобы я с ней столкнулась. Ты уверен во мне больше, чем я сама, так что я не буду сосредотачивать внимание на собственных недостатках, но поверю в то, что Ты веришь в меня. Спасибо тебе за комплимент. Если бы Бог помазал ваши глаза мазью Святого Духа и вы бы увидели, почему Он позволил трудностям прийти в вашу жизнь, то слезы жалости к себе превратились бы в радость и вы стали бы самым счастливым человеком на свете». Один из самых лучших комплиментов – это когда вам говорят, что вы можете справиться с самыми трудными ситуациями. Заслуживаем ли мы такой комплимент? Справляемся ли мы с проблемами? Хорошо ли у нас это получается? Одно дело – говорить об этом, и совсем другое – смело встретить беду и выбрать стратегию дальнейших действий. Прежде всего, следует начать со Слова Божьего. «Это – основание всего. Дух Святой наставляет нас через апостола Павла, всем могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Фил. 4, 13. Чтение Слова Божьего стало по-настоящему живой и важной частью каждого моего дня. Оно так много сделало для меня и для многих и многих мужчин и женщин повсюду. Сами по себе мы бессильны и немощны в схватке с бедой, но когда мы терпаем силы от Иисуса Христа, когда мы им живем, то одерживаем верх над приходящими проблемами. Вы можете спросить, каким образом все это происходит через Иисуса Христа. Секрет вот в чем. Во-первых, успокойтесь. Когда нас посещает проблема, мы имеем привычку волноваться, расстраиваться и беспокоиться. Но мы не сможем справиться с бедой, не успокоившись и не собравшись с мыслями. Если наш разум взбудоражен, нам не удастся мыслить четко. Поэтому первый шаг – успокоиться. Найдите место, где можно было бы уединиться. До недавнего времени я не понимала этих слов Иисуса. Ты же, когда молишься, вводи в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Мат. 6.6. Чем больше я живу, тем больше я осознаю силу и эффективность молитвы в тишине. Вот почему во время богослужения я прошу людей побыть в молчании перед Господом в течение одной минуты. Наше поколение состоит из разочарованных, нервничающих и напряженных людей. Суть в том, что мы должны научиться смиряться пред Господом. Поэтому, столкнувшись с бедой, не плачьте и не рыдайте. Лучше найдите укромное место и обратите Господу. Влияние внешних отвлекающих факторов должно быть сведено к минимуму. В этом месте ничто не должно беспокоить вас. Войдя в присутствие Божие, останьтесь там и слушайте своего могущественного Создателя, мудрость и знания которого совершенны. Слушайте, когда он говорит. Принимайте его наставления. Возможно, ваши мысли беспорядочны, потому что вы живете в мире хаоса, забот и смущения. Но когда вы погружаетесь в его присутствие, он приходит с благой вестью своей любви и своей силе. Когда вы отдаетесь Богу, он очищает, исцеляет и поддерживает вас своей силой там, где вы слабы. Ты же, когда молишься, вводи в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу к твоему. Поступив так, вы откроете для себя всю реальность этого чудесного стиха «Все могу». И тогда вас не победит никакая проблема. Вы все можете в Иисусе Христе, который не только укрепляет, но и наделяет мудростью, дает совет и посылает помощь. Поэтому, когда приходит проблема, она кажется несравненно больше ваших физических и душевных сил. Но помните, кем вы являетесь по благодати Божией и кому принадлежите. Обратите к Богу за помощью, мысленно устремляясь туда, где можете справиться с трудностями, благодаря Иисусу. Если вы так поступите, то ни на секунду не останетесь без его помощи. Христос проведет вас к славной победе!